Юные челябинские дзюдоисты сдали экзамены на пояса, пока они желтого цвета, для новичков первого года обучения. Желтый пояс – это первая ступень, на которую они встают. Это самый волнительный момент. Дальше будет все только сложнее и сложнее. Но для них сегодня действительно это экзамен, это праздник. Они к этому готовились целый год. Стоит из трех частей. Первая часть – акробатическая, семь элементов. Вторая часть – это техническая. Они показывают нам три элемента в стойке. Это бросок задняя подножка, передняя подножка и бросок через бедро. И три элемента в партере. Это удержание поперек, сбоку и со стороны головы. И сдают непосредственно японскую терминологию, причем всю. Начиная от поклона, заканчивая основателем дзюдо. Волнуются не только мальчики и девочки, но и взрослые. Может, что-то неправильно сделаю или ошибусь. Что-то еще. То есть это похоже на экзамены в школе, да? Ну да. Все правильно сделаете? Да, но есть где-то две, одна ошибка. В кувырке назад и еще в страховке. Вы на соревнованиях уже боролись? Да. В Кургане и тут в два раза в зале. Счет медалям открыла? Да. Сколько будет? Три. Три. Еще будут? Да. Много? Да. Мероприятие очень волнительное. Не только для родителей тренеров, но и для самих юных спортсменов. Оно очень важно для нашего центра олимпийской подготовки под дзюдо. Потому что вот на сегодняшних экзаменах рождается дух соперничества, дух оладевания каких-то высот. То, чему научился. На тренировках, у кого лучше получалось, сегодня итог будет. Около двухсот учащихся спортивной школы имени Григория Веричева продемонстрировали знания и умения наставникам Эдуарду Довганю и Сергею Лепихину. Среди них будущий первоклассник Данил Востриков, сын заслуженного тренера России Андрея Вострикова. Сам пошел или папа? Папа меня не заставил, а я сам захотел, но мне просто предложил. Твой вид спорта нравится тебе? Да, это мой вид спорта. Может быть, ты легкотлетом бы стал знаменитым? Ну, я бы стал, конечно, но мне решилось больше нравиться дзюдо. Это круто, японское производство, мне очень нравится. Ты научишься гибкости всякой, будешь очень гибкий и стройный. Как может быть путь от желтого пояса до черного? Путь этот может быть очень долгим, очень разнообразным и в гору, и с горы, и очень трудным, и очень легким. И много препятствий на этом пути, и много пота, и очень много слез, очень много времени. И у некоторых ребят уходят лет 20, чтобы получить черный пояс, у некоторых уходят лет 5. То есть все зависит от таланта, зависит от самого спортсмена. А кто-то и не сможет. А кто-то и не достигнет черного пояса, конечно, кто-то останется на этом же уровне, кто-то пойдет выше, кто-то пойдет дальше. Конечно, наш вид спорта, он как сито. То есть из этих ребят, может быть, кто-то у нас будет олимпийским чемпионом, может быть, кто-то будет чемпионом Европы. Это наши плеяды, из этих ребят вырастают наши Мансура Исаева, вырастают Кирилла Денисова. То есть это те ребята, которые будут представлять через 5, может быть, 10 лет нашу сборную страны на международных соревнованиях, на олимпийских играх. Поэтому это для них экзамен, который дает путевку в большой спорт. Есть задел, прежде всего их желание, второе, значит, тренеры, которые занимаются, ну и тут дух творчества, спортивного мастерства, который царит в этих стенах. Я думаю, что если не получится высшего достижения спортсменов, но будут хорошие люди, которые приняли в жизни правила быть спортивным, уметь защищать свои интересы. Я думаю, мы уже достигли цели, поставленную перед собой. Мы дома?